На днях краеведы из нескольких уголков Кубани, Славянского, Крымского, Абинского, Калининского, Приморско-Ахтарского районов собрались в нашем городе. Что они обсудили на совещании в районной администрации, знают наши корреспонденты. Кубань богата не только полезными ископаемыми, но и местами, которые имеют огромную культурную, туристическую и духовную ценность. Есть популярные места отдыха, есть объекты, которые известны всей стране. Для того, чтобы выявить необычные уголки края, которые незаслуженно забыты, известны только жителям районов или местным краеведам, редакция газеты «Кубанские новости» организовала конкурс «Жемчужины Кубани». Он приурочен к 77-летию Краснодарского края. Главный смысл конкурса в том, чтобы напомнить всем жителям Кубани и нашим гостям, что мы живем не только теми объектами туризма и показа, которые сейчас популярны, а то, что многое остается в тени, где-то забыто в истории. Многие не помнят о том, что рядом с ними где-то, например, находится очень старинный храм или какой-нибудь ущелье. Цель конкурса не столько голосование устроить и наградить 10 лучших, а в том, чтобы каждая жемчужинка могла появиться перед глазами, обогатить своим смыслом знания человека и чтобы иной раз заинтересовать людей в том, чтобы они не ехали не за границу, а, может быть, приехали экскурсией по нашему краю и что-то для себя новое открыли. На совещании, которое прошло на днях в Славянске-на-Кубани, краеведы из разных районов Кубани обсудили, какие из объектов, отражающих неповторимость каждого уголка края, достойно стать настоящими жемчужинами нашей малородины. Славянский район – один из немногих в крае, который по количеству достопримечательностей может составить конкуренцию конкурсантам практически в любой номинации. Территория района включает в себя 45 километров песчано-ракушечного побережья Азовского моря, заповедные угодья государственного природного заказника федерального значения «Приазовский». В районе находится 101 памятник археологии и 54 памятника военной истории. Мы считаем, что изучение не только истории своей малородины, но и природного наследия, и культуры своей малородины, оно будет востребовано всегда. И это, наверное, только во благо всем нам. Было решено, что представлять Славянский район на конкурсе «Жемчужины Кубани» будут два важнейших объекта историко-культурного наследия – памятник бойцам Таманской армии и Свято-Успенский храм. По результатам конкурса читатели кубанских новостей выберут 10 «Жемчужин Кубани», каждая из которых удостоится специального приза. Голосование уже идет. С его промежуточными итогами можно ознакомиться на сайте Союза журналистов края «Кубанский репортер». Алена Лавринова, Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.